Друзья, всем привет! Как и обещал, мы снимаем разные машины. А сегодня мы с вами познакомимся с новым BMW X5. Трехлитровый дизель в очень популярной комплектации, за которой богатые люди аж в очереди бедненькие стоят. Вот эту машину сегодня днем с огнем не сыщешь, а если вы найдете ее, розничная цена ее примерно 6 миллионов 60 тысяч рублей, так вам дилер наверняка предложит купить ее тысяч на 200 дороже, потому что на эту машину бешеный спрос. Зачем гонятся эти люди? Вот давайте познакомимся в этом ролике, детально вам все расскажем и покажем. Но, друзья, по стандарту коротенькая реклама, спонсор выпуска. И мы продолжаем. Если ты любишь автомобили и мечтаешь о своем блоге с миллионом подписчиков, у тебя есть шанс заявить о себе. YouTube канал «Тебе водить» запускает конкурс на лучший видеообзор автомобиля. С тебя харизма и крутой видос. С них площадка с готовой аудиторией и крутые призы. За первое место ты получишь новенькую GoPro 8. За второе место ты получаешь радиопетличку. И за третье место ты получишь микрофон. Участвовать в конкурсе может абсолютно любой. И самое главное, вы можете снять видеоролик на ваш мобильный телефон. Кто же победит? Победителя выбирают зрители. Не теряй свое время. Досмотрев этот видеоролик до конца, переходи по ссылочке в описании. Оставляй заявку. Там же читай все условия для участия в конкурсе. Стань победителем. Задай новый уровень съемок на YouTube. Удачи! А начнем мы сегодня с ваших комментариев. Снимая тест-драйв на этот автомобиль, я понимал. Ну, нахваливаю. Мне стало интересно, а что же негативного про эту машину скажете вы? Я тогда сделал публикации в сториз в инстаграм нашего канала, в который я постоянно приглашаю вас подписаться. И вот, что написали люди. Первое, на что обращают внимание люди, что через 5-7 лет автомобиль начнет разваливаться. Что автомобиль за 2-3 года очень сильно потеряет в цене. Плохая машина в том, что на нее всегда будет космически дорогой ремонт. И не говорить о том, что BMW не ломается. Нету качества за эти деньги. По интерьеру очень часто встречается негативный отзыв в отношении приборной панели. Ну, а так, примерно 90% отзывов было примерно вот такого характера. О том, что машина все-таки хорошая, а негативные вещи пишут те, кто купить ее не может. Но в любом случае, мы с вами общаемся исключительно по автомобилю. Поэтому давайте с ним познакомимся, посмотрим, что представляет из себя новый BMW X5. А вас приглашаю подписываться в инстаграм-канал, где вы всегда можете высказать ваше мнение в отношении автомобиля еще до того, как мы его выпустим в эфир. Первым делом мы с вами начнем с актуальных цен. На момент записи ролика, конец июля 2020 года, по каким ценам начинается X5? Самую простую версию с дизельным мотором 2-литровым на 231 силу вы можете купить по цене, за наличный расчет подчеркиваю, примерно 4 миллиона 400 тысяч рублей. Если прибегать к трейдину, пытаться мухлевать с кредитом ради скидки, честным кредитом, там, в принципе, можно попробовать опуститься до цены 4 миллиона 200 тысяч рублей. Далее, идет версия с 3-литровым дизельным мотором. В нашем случае это комплектация M Sport Plus. Есть комплектация M Sport Pro, она выше, там уже чуть-чуть побогаче по опциям, но в нашем случае вот одна из самых популярных комплектаций. Эта машина стоит примерно 6 миллионов 60 тысяч рублей. По осени, на сентябрь-октябрь, когда приедут свежие машины, они будут стоить тысяч на 300 дороже. Почему? Там уже опционально сразу будет идти круговой обзор. В общем, ряд дополнительных функций, которые будут приводить к цене, к удорожанию машины вверх. Вот эту машину люди искали очень долго, сложно, но нашли ее в мае, как раз в пик, когда вот два месяца никто не работал. За 5 миллионов 700 тысяч рублей удалось ему ее забрать. За наличный расчет плюс 127 тысяч рублей каска обошлась на человека. Человек взрослый, соответственно, забрал машину, наслаждается, кайфует от тачки. До этого у него был тоже X5, на котором он катался 10 лет, друзья, 10 лет. И ни разу машина ему не доставила никаких хлопот. Именно поэтому он сделал выбор в пользу нового автомобиля. Началась история с кузова E53, который сегодня найти на вторичке. Это будет откровенное ведро дрова. Да вообще он старый, уже не выглядит никак автомобиль. Потом кузов E70, я сразу все эти рестайлинги пропрыгиваю. E70, офигенный кузов, согласитесь. Вот на сегодня до сих пор встречаются тачки по городу. Свеженькие, колеса широкие стоят, разноширь. Здоровые диски, машина прям смотрится вот так вот. Потом был кузов F15, который, отмечают многие владельцы BMW, получился не очень удачным. Так вот как-то средняя машина выглядела, спереди, сзади, ну не то. Сейчас пришел G05, вот это парни, ну посмотрите на нее сами. Вот очень часто встречаю комментарии, если хвалишь, значит дали бабок. Тачка, не представительство, частная машина. Вот ты глядя на нее, что скажешь? Говнище, да страшная машина, урод вообще, не брутальная ничего. Офигенная тачка, ты посмотри просто какая морда. Все отмечают то, что вот ноздри становятся все больше, скоро они станут еще больше. Но на самом деле, когда ты стоишь возле этой машины, смотришь ей в глаза, ты понимаешь одно то, что это просто шедевр. Ну реально, вот кто любит BMW, фанатеет от их дизайна, я по-любому уверен, что вы сейчас поставите лайк, скажете, ну крутая машина. У нас идет оптика лазерная. Расскажу вам такую ситуацию. Значит, лазерная оптика ставится, например, на трешки, на пятерки, на новые сейчас будет ставиться. Я встречал лично, когда ставят две машины, на одной диодная оптика, на другой лазерная. Машина стоит одну и ту же сумму, допустим, там 2-300, все, забирай и то, и то. Люди выбирают, естественно, там, где лазеры есть. Здесь владелец отмечает следующее. Когда едешь по трассе, здесь еще есть проекция, которая выводит пешеходов. Он говорит, за 300-400 метров она уже цепляет пешехода. Когда ты подъезжаешь ближе, его прям вот прям по контуру обводят, чуть ли там, знаешь, несноска появляется. Тоже так, и Васюк Дмитрий Сергеевич, год рождения такой-то. Шутка, конечно, но работает это идеально. В городе, вот да, в Москве, в Московской области по М4 ты будешь кататься, нахрен она не нужна. Потому что там очень много света, большой поток автомобилей. Но она все выделяет, то есть она никого не слепит. Она, выделяя там впереди идущий автомобиль, будет подсвечивать ровно те участки, где это нужно сделать. В этом плане, конечно, круто. Тем более, когда вы отдаете бабок столько за автомобиль, у вас должна быть передовая оптика. Это, ну, это важно. Есть версии, где будет идти у вас полноценный автопилот до 60 км в час. То есть ты будешь ехать по полосе, она сама следит за впереди идущим автомобилем, останавливается, разгоняется, рулит левее-правее, держит полосу. То есть ты можешь сидеть полноценно там в телефоне у себя работать, заниматься делами, машин есть. Да, фишка не новая, но такие фишки как раз идут вот на дорогих автомобилях. Они хорошо работают, подчеркиваю, это важно. Под капотом в нашем случае трехлитровый дизельный мотор. Ребята, это, конечно, песня. Когда я тестировал BMW 530-ю, после этого я понял, за что все хвалят этот вот дизельный мотор трехлитровый. Автомобиль весит 2 тонны 200 кг, соответственно, разгон паспортный 0,100, он показывает 6,5 секунд. В реале, знаю владельцев, кто мерил его по RaceLogic, примерно 6,8 машина едет. При этом, если этот мотор доработать, а его можно доработать путем чип-тюнинга, можно доработать его более глубоко, отдельная история для этого. Машина будет выдавать те же самые там 340 сил и будет ехать примерно 5,5 секунд. Возможно, поэтому еще быстрее. Есть версия 550, как раз идет тоже трехлитровый мотор, как раз на 340 сил. Вот там разгон паспортный, если я не ошибаюсь, 5,5 секунд. Есть версия 550D, там 5,2 секунды. То есть разгон такой уж, да, все быстрее и быстрее, но на самом деле денег вы будете давать все больше и больше. Самый популярный мотор, вот 3 литра, 249 сил, до налоговой. Сколько по цене? Значит, налог на роскошь на него распространяется. 23 тысячи рублей люди будут платить в год. То есть 18 тысяч примерно за налог и 5 тысяч рублей налог на роскошь. Все. Опа-на, кто у нас куда, блядь? Это мы еще слегка всех подпустили, понимаешь? И все, и ты улетел. Подчеркиваю, штатная прошивка, штатный мотор. 530-й, она на секунду быстрее. Мы едем 100 км в час, в машине тишина, спокойствие. То есть ты можешь спокойно разговаривать, тебя хорошо слышно. Конечно, в бренде заложено там пару миллионов за то, что это BMW, но сам факт того, что ты на ней едешь, блин, вот тачка вообще кайфы. Любого из нас сюда посади, дай недельку покататься, хрен ты выгонишь потом из машины. Вот просто добровольно никто сам из нее не выйдет. Вот здесь полезная фишка, есть лимит, ограничение скорости ставить. Вот это вот реально здесь нужно, потому что с такой машиной, с таким мотором нацеплять штрафов очень легко. Касаемо надежности. Ну, старая песня о главном. Можно рассказывать, что все это говнище, все это ломается, стоит бешеных денег, обслуживание какое дорогое. Те, кто отдает за машину 6 миллионов, там отдать за ТО там тысяч 30 рублей, для них это не проблема. Соответственно, здесь говорить не о чем. С точки зрения надежности, ну люди покупают, ездят по 3, по 5, по 10 лет, смотря кто как будет ездить. Убить машину можно и в первый год. Сборку у нас идет непосредственно Америка. Но в дальнейшем производство наладят в Калининграде, будут X5 и калининградской сборки. При этом по цене они дешевле сильно не станут. Но вот тем фанатам, кто нужна тачка только из Германии, к сожалению, X5 из Германии вы не купите. Автомобиль построен на новой платформе Klarz, с которой мы с вами уже все знакомы, потому что на ней выходила пятерка, на ней выходила семерка. Сейчас уже много автомобилей модельного ряда на этой платформе строится. Значит, что у нас по параметрам? Клиренс 204 миллиметра. Вот эти X5 пошли с полноценной пневмой. То есть вот версия Pro, она будет с пневмой идти. И, соответственно, там самая высокая точка может быть 284 миллиметра. В нашем случае пневмы нету. Почему? Люди прокатились и на той версии, и на этой. И отметили тот факт, который отмечают многие фанаты и владельцы BMW X5, что на пневме машина стала более валкой, она стала более вальяжной. Соответственно, вот той изюминки, того характера, когда в затяжные повороты люди заходят, резко в повороты заходят, уже нету. Вот здесь еще осталось. А с пневмой она у тебя будет более такая, ну, валкая. Двадцатые колеса у нас идут разноширь. Сзади у нас 305 вообще по ширине. Спереди 275. Силу того, что резина идет без ранфлета, ну, тачка мягкая, комфортная. То есть каких-то жалоб на колею нету, чтобы машину швыряла. При том, что автомобиль весит 2200, расход у него примерно 9 литров. Это смешанный цикл. Если выехать на этом автомобиле на трассу, он там вполне может стать 7 литров. Значит, касаемо мотора дизельного, да, в силу того, что он без звука, ну, ты будешь сеть про газовый, там не будет ничего орать. То версия, например, в нашем случае, через колонки будет дополнительно идти звук такой приятный рокот. С улицы нет этого пердежа. Некоторым это может быть и нравится, а здесь-то, блин, она прям срывается, как собака, блин. Пуф, пошел. 550D, вот эта дизельная версия, продвинутая, там даже сзади стоят специально дополнительные динамики, чтобы когда ты нажимал на педаль в пол, то с улицы будет создаваться искусственный вот этот рокот от моторов. Многие компании тюнинговые пошли по такому принципу, что сейчас дополнительно за деньги можно даже там на Kia Rio сзади поставить динамик, и ты будешь когда нажимать на педаль газа, у тебя может быть звук Porsche, звук там Mercedes какого-нибудь AMG заряженного. То есть, и это пользуется спросом, люди это покупают. Камера, ну, естественно, камеры, друзья, какие-то могут быть претензии. Камера здесь четкая, багажник раскрывается по двум принципам. Ну, видно, да, сразу человек простой, свойский, то есть, тачка 6 лямов, но вот здесь как дома. Положил специально себе, чтобы ничего не поцарапать, то есть, картина такая. Машина с точки зрения просторности, понятное дело, удобная. Вот, опять же, дополнительная фишка. Обычно на кроссоверах открываешь багажник, ну, что-то, можно сложить сиденье, это само собой, разумеется, получится у нас ровный пол. Ну, это же тачка дорогая, соответственно, смотрите, что есть. Раз, на кнопочку нажимаешь, выезжает шторка багажного отделения. Парни, ну, вот это вообще прикол, да? Просто думаешь, вот это, смотри, сделано для богатых. То есть, дальше сейчас нажимаем, и она у нас полностью закрывает то, что, ну, можно придерживать, и закрыть там дополнительно определенном участке то, что находится в багажнике. Ну, вот это вот, да, думаешь, ни хера себе. Ну, прикольно. В чем еще кайф машины, да, то, что эти тачки, они стали запоминать последние 50 или 60 метров. То есть, ты куда-то приехал в узкое пространство, затиснулся, раз выезжать назад, думаешь, блин, боюсь черкануть. Нажимаешь, она за тебя сама выезжает. Автомобиль точно так же оборудован системой парковки. И это действительно хорошо работает. То есть, машина все делает за тебя. Вот такие тачки, конечно, да, ты покупаешь. Блин, кайфовая машина, хочется управлять самому, но все уже идет так, то, что ты только садишься и в любом сложном участке нажимаешь кнопочку, и все за тебя делают роботы. По габаритам здесь стандартная история. Каждый новый кузов, это всегда чуть длиннее, чуть шире, чуть выше. Доводчики в этой комплектации, как само собой разумеется, про это, по сути, можно даже не говорить. Ну, вот, например, жалуются, бывает, на бесключевой доступ. На пятерках та же самая проблема бывает. То, что в плохую погоду, когда дождь, не всегда срабатывает. Но открываем, у нас приятная кожа, коричневая. Очень приятный руль, то есть, информативный, понятный. Ты садишься, все под себя настраиваешь и просто-напросто кайфуешь. Отличительная версия американской сборки – это селектор при включении передач. Он сделан из кристаллов сваровски. По интерьеру, вот опять же, да, подумайте, 6 миллионов, например, тачка стоит. Ну, например, нету вентиляции сидений. То есть, опять же, нужно доплатить. 6 лямов стоит, нету даже люка. Нужно доплатить. Но когда ты доплачиваешь, ты получаешь панорамную крышу, это будет совсем другая ссорь. Потому что она продумана, она там еще сделана с диодной подсветкой. Выглядит это все шикарно. Тачка новая. То есть, еще, да, смотри, вот это вот вещи. Полтора месяца машины. Сразу ассоциации какие – наворовал, чиновник, бандит, еще что-то. Но, с другой стороны, человек занимается честным бизнесом, занимается строительством. Соответственно, давно этим занимается, если не ошибаюсь, там, сказали, более 20 лет. Заработал денег и сейчас может позволить себе передвигаться с комфортом. Назад мы даже садиться не будем, на это время тратить нет смысла. Детям места будет достаточно. Самое главное, что ты, как мужик, как владелец тачки, будешь сидеть за рулем. Вот это вот интереснее всего. Запускаем мотор. Сидим в машине, 3 литра. Ну, стандартная история о том, что дизель внутри машины не слышно вообще. Новая приборная панель, большая, на которую все выводится. Дополнительная навигация, мультимедиа. Нужно привыкнуть. Одни говорят, что плохо прорисован, но какую-то, знаете, ерунду уже начинают рассказывать. Не так ему нарисовано. Все здесь сделано четко. С точки зрения того, что покатавшись на машине, там, день, два, три, ну, как новый владелец, ты привыкнешь к ней, тебе уже все будет понятно. Вот опять же, спрашиваю, там, какие-то минусы у машины. Друзья, вполне возможно, что во время эксплуатации вы что-то заметите, что вам где-то что-то будет мешать. Но вот я сейчас сажусь в машину, я как домой пришел, я все прекрасно понимаю, куда, что нужно нажать, как это все работает. И думаешь, блин, вот это вот. Вот особенно здесь человеческая посадка высокая, ну, повыше, соседение подняли, я сел. Места над головой, в принципе, хватает мне, хотя я бы, ну, под свой рост бы пониже мог опустить. Так, братишка, поехали на объекции, рассмотрим, что там у нас. Ну, знаешь, вот как-то вот почему-то вот вызывает такие эмоции. Нет такого, что я маленький мальчик, я еду по своей полосе, извините, а я хочу все пропустить. Нет агрессии. Но при этом машина дает тебе какую-то такую дополнительную уверенность, какие-то дополнительные эмоции. Ты думаешь, блин, я смог, я сделал, у меня кайфовая тачка, я еду просто как человек. Шумоизоляция в этих тачках, ну, блин, начиная с пятой серии вы будете кайфовать. Некоторые еще делают дополнительную полную шумо-виброизоляцию, я не представляю, там, наверное, вообще вакуум в машине появляется. И вот самый кайф, значит, этот трехлитровый дизелек, это то, что едешь, апа-на, и он пошел, а, вот это вот, блин, друзья, все отдал бы за трехлитровый дизельный мотор. В дальнейшем приложу максимум усилий, но чтобы следующая машина, пусть бэушная, но будет с трехлитровым дизелем, потому что то, как едет машина, три литра дизель и выше, вот здесь начинается BMW. Все кроется в мелочах, вот ты закрываешь стекло, оно у тебя, во-первых, идет двойное. Вы вспомните, как закрывается стекло на рапиде, когда там его прям слышно, а здесь оно слегка ты прикасаешься к педали газа, машина у тебя начинает разгоняться. Когда-то эта машина будет доступна на вторичке. Вот вы скажете, купил новую за шесть, там, через два года продашь ее за три, если бы они двухгодовалые были бы по три, там, с пробегом сорок тысяч, я бы честно скажу, встал бы в очередь и прям откладывал бы реально бабки бы на такую машину. Сейчас посмотреть X5 в живом состоянии, трехлитровый дизель в М-пакете, также подобная комплектация F15, года так 2016-го, они в хорошем состоянии все стоят свыше трех миллионов рублей. 16-го года, соответственно, прям изумительно, это три с половиной миллиона рублей, вот тебе, пожалуйста, там, четырех, а то и пятилетняя машина будет предлагаться по такой цене. Здесь же ты едешь просто, ну, ты чувствуешь себя человеком, серьезно. Вот эта машина для людей, вот я помню даже, вот мы с батей как-то одну машину мне давали на тест, он прокатился на немецкой тачке, наверное, говорит, вот это все-таки для людей делать. Японцы, это да, это надежно, это все здорово, но здесь совсем другие эмоции. Мало того, что идет подогрев руля, подогрев сидений, так уже в версиях идут и подогревы подлокотников, то есть, чтобы ты зимой уж точно не замерз. Здоровый капот, ты габариты почувствуешь автомобиля быстро. Некоторые говорят, вот лучше X3 себе возьму, все-таки он как-то поменьше для города. Блин, X5 вполне нормально, нигде ты никаких там дискомфортов испытывать не будешь. Музыка, понятное дело, Harman, Cardone. Газку подал, опа-на, звук присутствует, не знаю, через микрофон передастся или нет, но действительно прям чувствуется рокот. Но набирает тачка очень мягко и комфортно. То есть, вы не почувствуете даже эту скорость. Вот мы газку дали, едем, вроде бы, что, а 90 уже едем. Ехали 20, бах, уже 90. Подчеркиваю, 6,5 раз заявленный разгон. Очень многие люди быстро к этому привыкают, начинают чиповать машины, переделывать, чтобы она ехала еще и еще и быстрее. Потому что, ну, действительно, к тяге такой, когда у тебя шумоизоляция потрясающая, мягкая машина, ну, действительно, хорошо стоит на дороге. Тем не менее, владелец отмечает то, что, говорит, местами тачка все-таки козлит. Когда выезжает на проселочную дорогу, вот морда у нее клюет. Наблюдение самого владельца. Ну, мы сидим сейчас вот с оператором, просто охереваем, потому что последний раз мы катались на Рапине, а сейчас, типа, да, да, блин, вот это тачка, вот это хорошая тачка. Ну, на ней хочется валить, понимаешь? Прям вот хочется вальнуть куда-нибудь, затянуть ее пленочкой. Когда у тебя нет такой машины, и ты хочешь до нее дорваться, сразу думаешь, блин, сейчас керамикой покрыл бы черные диски. Ну, понимаешь, за меня. А так, по большому счету, вот ты сидишь, музыка у тебя играет, едешь по работе, по делам. Вот есть стимул, понимаешь, есть в машине стимул, какая-то мотивация к жизни, к работе. Не знаю, когда снимаешь недорогие машины, вопросов нет, друзья. Я никого никак не хочу обидеть, но я думаю, даже вы сейчас, покажи им интерьер просто. Полноценная проекция, всякие вспомогательные фишки, новшества по машине, мотор хороший, тяговитый, комфортная тачка, статусная тачка. Кто-то скажет, да нахрена переплачивают за бренд, сегодня вон там Хавельчик можно взять хороший, гораздо больше фишек будет. Это совсем другая история. Когда у тебя будет 5-6 миллионов именно на машину, когда у тебя уже есть недвижимость, все, что ты хочешь, ты сам выберешь. Либо BMW, либо Mercedes, либо Audi. Вот три бренда, да, немецкая тройка, вот из них ты будешь выбирать. Управление жестами, то есть здесь, соответственно, если пальцево будет крутить, музыку громче, тише, два пальца кидаете, он выключит. То есть, если, например, вот, ну, все работает, друзья, с первого раза. Соответственно, это, блин, тачка, я тебе серьезно говорю, это компьютер на колесах. Некоторые говорят, типа, а, слишком простоват интерьер, здесь все закрыто внутри, зарыто точнее. Изучив автомобиль, когда это будет твой, ты поймешь то, что тачка нафарширована по полной программе. Здесь есть гораздо больше, чем тебе даже нужно. В общем, тут продолжать-то больше нечего. Если говорить про минусы, знаете, ну, это можно вот придираться к каким-то таким вещам, типа, там, строчка где-то не совпадает, наверняка можно найти, сказать, типа, ну, машина за 6 миллионов строчка не такая. Может быть, со временем где-то ты куда-то нажмешь, что-то, может, скрипнет, да, вот так, пластик. Но сегодня ты, когда садишься в новую машину, когда мы проезжаем какие-то неровности, никаких посторонних звуков нету. Подвеска не стучит, мотор тянет хорошо, расход топлива достойный. Налог, да налоговый мотор, то есть, если его померить сейчас где-нибудь на стенде, он в реале покажет свои 265 сил, как он и должен показываться. Это у нас только вот по документам получается 249, что большой плюс. Друзья, поймите правильно, тачка кайф, ну, серьезно. Я думаю, вы посмотрели, кто вот интересуется BMW, кто хотел бы себе купить такую машину, кто вот стремится к этому. Наверняка вы со мной согласитесь, поставите лайк, скажете, Димон, ну, а что еще про него плохого скажешь? В любом случае, я вас всех приглашаю в комментарии. Если это говно, напишите по пунктам говно, потому что, и напишите, в частности, про новый BMW X5 с дизельным трехлитровым мотором. Жду ваше мнение в комментариях. Мы продолжаем двигаться дальше. Дальше будут более доступные автомобили, как я сказал. Сюжеты про недвижимость, сюжеты про жизнь. В общем, будем снимать на разные темы, чтобы вам было интересно смотреть. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал, а дальше будет больше новых, свежих роликов. До новых встреч, всем пока-пока.